Всем привет! Всем привет! Добро пожаловать на благотворительный выпуск игры «Кто хочет стать миллионером» с участием звезд, который уже многие годы позволяет знаменитостям с помощью своей эрудиции выигрывать деньги для благотворительных фондов. За все эти годы бесчисленное число знаменитостей были на нашей игре и выиграли более 6 миллионов фунтов. И сегодня игра посвящена сериалу «Ферма Эмердейл». Но не бойтесь, семейки динглов не будет. И поприветствуем наших первых завсегдотов в паба «Вуллпэк» Наташу Уайлд и Хэй Лэмп, в реальной жизни известных как Аманда Донахью и Ким Томпсон. Здравствуйте! Аманда так испугана! Верно! Все будет хорошо! Возможно! Однозначно! Итак! Я сказал Аманде, что она испугана. Ужасно! Аманда Донахью закончила центральную школу речи, драмы, и слова не замедлило прийти. И какая слава! Она играла главную роль в голливудском фильме «Отверженный» вместе с легендарным Оливером Ридом. И Аманда за одну ночь стала звездой, а потом было еще два фильма с режиссером Кеном Расселом. С тех пор она не сходит с экранов кино и телевидения. Она играла в сериале «Закон Лос-Анджелеса» в США, а дома в сериале «Плохие девочки». А из совсем недавних она въехала верхом на лошади на вымышленную ферму Эмердейл в Йоркшире в роли миллионерши Наташи Уайлд. А сегодня Аманда хочет выиграть деньги для ассоциации «Инсульт». Кин Томпсон тоже окончила центральную школу речи и драмы. Впервые ее заметили после ее роли в сериале «Маляры», где она сыграла чопорную подругу саркастического Джекко, которого играл Карл Хаумен. С тех пор она затребована и на телевидении, и в кино, и на театральных подмостках. Недавно Ким снялась в сериале «Чисто английское убийство», а теперь играет Фей Лэмп в сериале «Ферма Эмердейл». И недавно стало известно, что муж Аманды по сериалу оказался двоеженцем. И все еще женат на Фей. Помимо общего мужа по сериалу Аманда и Ким, еще и подруги дружат уже 10 лет. А свою половину выигрыша Ким отдаст фонду «Кидс Скейп». Тут есть о чем поговорить. Итак, всего 12 вопросов до миллиона фунтов для ваших фондов. И, как всегда, три подсказки. 50 на 50, звонок другу и помощь нашего обожающего Эмердейл-зала. И напоминаю, чтобы дать ответ, они должны быть обе согласны. И на использование подсказок тоже. То есть им обо всем нужно договориться. Тут может таиться подвох. Итак, удачи. Мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером». Не знал, что вы обе такие тихие. Да. Приятно. Первый вопрос. Это только пока. Он на 500 фунтов. Как называется переназначение в правительстве, которое делает премьер-министр? Пересадка? Переброска? Перестановка? Перетасовка? Наверное, перестановка. Мы обе согласны. Да, это перестановка. Какое напряжение. Это верный ответ. У вас 500 фунтов. Да. 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 Пока вы не расхрабрились, напоминаю, это последний момент, когда вы можете уйти ни с чем. Боже. Но такого не будет, ведь у вас три подсказки. Лучше не надо. Вопрос второй. Лучше не надо, верно. Вопрос второй даст вам несгораемую тысячу. Слушаем. В какой стране находится футбольный клуб «Севилья», выигравший в 2007 году кубок Уэфа? Италия, Нидерланды, Испания, Бельгия. Ну, я бы сказала Испания. И я тоже. Слово «Севилья» облегчает задачу. Думаю, «Севилья», но может и нет. Окончательный ответ? Да. И верный. У вас 1000 фунтов. Мне понравилось, как вы вместе... Да, да, результат, давай. Мы азартные. Да. Ладно. Поговорим о ваших фондах. Аманда, почему ассоциация «Инсульт»? У моего отца пару лет назад был инсульт. И когда это случилось, мы так перепугались, и никто ничего не объяснил. Мы не знали, что с ним происходит. И я пыталась как можно больше узнать об инсультах. Стала искать в интернете и сразу же наткнулась на ассоциацию «Инсульт». И там я нашла всю нужную информацию, контакты и просто основные понятия о болезни, которая поражает столько людей. И это не обязательно старики. Это может случиться с любым, в любой момент, даже с детьми. И я поняла, что эта ассоциация делает очень важное дело. Ким? Ким? Да. Китскейп. Китскейп. Китскейп – это организация, которой руководит потрясающая женщина, Мишель Эллиот. Они помогают детям моложе 16-ти, которые подвергаются издевательствам сверстников и взрослых. Они учат, как с этой проблемой бороться, предоставляют информацию, как детям, так и их родителям. Эта организация помогает самым уязвимым людям – нашим детям. Значит, нужно заработать для них деньги. Хотелось бы. Третий вопрос. Вернемся к делу. Третий вопрос стоит 2000 фунтов. У вас несгораемые тысячи и все три подсказки. Итак, слушаем третий вопрос. Кто был вторым в комедийном дуэте «Джей Кей» и «Джош», «Джоуэл», «Джимбо», «Джуниор»? Это детское шоу? Я не знаю, но думаю, что зал знает. Можно попробовать. Ты знаешь, понятия не имею. Возможно, это детское шоу, но я не знаю. Не знаю. По-моему, зал должен знать. Будем надеяться. Попробуем? Мы-то не знаем. Мы не знаем. И мы надеемся, что знает зал. Да. Итак, зал. Вот вопрос. Ким и Аманда берут первую подсказку. Кто был вторым в комедийном дуэте «Джей Кей» и... Три точки, знак вопроса. Кнопка А. Джош, Б. Джоуэл, С. Джимбо, Д. Джуниор. А, Б, С, или Д. Голосуем. За Джоуэлла 51%. По-моему, процент большой. Поверим им? У нас нет выбора. Ну, процент не такой большой. Да. Но большинство. 51% — это много. У нас вообще никаких идей. Так что мы отдаемся на милость зала. Джей Кей и Джоуэл. Джей Кей и Джуниор. Что думаешь? 51% за Джоула, 3% за Джоша. По-моему, логичнее было бы Джуниор, если это, конечно, детское шоу. Верно? По-моему, нужно ответить как зал. Да. Надеюсь, они знают. Ладно, окончательный ответ? Да. Хоть вы и понятия не имели, кто это, вы молитесь? Молюсь. Ответ верный. Спасибо огромное. Да. Прекрасно. Итак, у Ким и Аманды 2000 фунтов и еще две подсказки. Как самочувствие? А то я переживаю. Немного лучше, да. Успокоились? Да, вытираю капли пота. Ну уж извините. Ким говорила, что между вами существует некая экранная магия. Вы ее чувствуете? Между нами? Ну, не прямо сейчас, а когда вы в кадре. Не сейчас. У нас с ней были ужасные сцены, а потом после съемок она подходит и говорит, ну, давай, дружеский поцелуй. Ее нельзя принимать всерьез. Итак, у вас 2000 фунтов. Есть две подсказки. Четвертый вопрос на 5000 фунтов. Слушаем. Вот и он. Кто ездит на черном кадиллаке, который называется Зверь? Королева Елизавета Вторая. Вполне возможно. Кто знает. Папа Бенедикт XVI. Владимир Путин. Барак Обама. Итак, кто из них ездит на черном кадиллаке, называемом Зверь? По-моему, это Барак Обама, потому что он славится экстравагантностью в области машин. А может быть, папа? У него такой автомобиль со стеклами. Только кажется, не кадиллак. По-моему, это Барак Обама. Он как-то переделал свою машину. У папы итальянская машина. Да нет, я думаю, папа может ездить на любой машине. По-моему, это Барак Обама. Да-да, он вносил какие-то изменения в свою машину. Да, это он. Тогда мы выберем то, что она сказала. Это ваш обоюдный ответ, дамы? Да. Да. Ответ верный. У вас пять тысяч хунтов. Молодец. Выснялись в фильме «Отверженный». Он был снят на основе реальной истории? Расскажите об этом. Он был снят по роману Люси Ирвин. Он назывался «Отверженный», но без артикля. Ладно. Это реальная история о человеке по имени Джо Кинзлэнд. Его играл Оливер Рид, который дал объявление в газету «Ищу жену на год на необитаемый остров». Фантастика. Правда, жену он искал сильно моложе себя. Очень мудро. Именно. В общем, она ответила на объявление, и они уехали на этот остров. Где-то у берегов Австралии. И они там прожили в одиночестве целый год. Вот так. И появился фильм. И как вам было с Оливером на необитаемом острове? Просто кошмар, Крис. А поточнее. Было довольно сложно, Крис. Но я была его фанаткой задолго до фильма. Он потрясающий актер. О чем мы только говорим вместо игры? У вас пять тысяч фунтов и еще две подсказки. Пятый вопрос на десять тысяч фунтов. Кто сыграл главную роль в фильме 2009 года «Молодая Виктория»? Эмма Томпсон, Эмили Блант, Кира Найтли, Кейт Уинслетт. Эмили Блант. Какая самодовольная улыбка. И у меня. Ваша тема. Мы знаем ответ. Знаете? Да, Эмили Блант, точно. Окончательный ответ. Эмили Блант. Уверены? Да, окончательный ответ. Ответ верный. У вас десять тысяч фунтов. Мы молодцы. Отлично. После Джей Кейджем, вы повеселее. Да, точно. У вас десять тысяч. И вы в двух шагах от пятидесяти тысяч. И у вас еще две подсказки, что очень неплохо. Но если вы сейчас ошибетесь в ответе, вы потеряете девять тысяч фунтов. О боже. Но вы можете использовать обе подсказки, и все равно не отвечать, и забрать деньги. Итак, вопрос шестой из возможных двенадцати. В какой книге есть фраза «Ничто не приносит такого удовольствия, как путешествие в лодке по реке?» «Трое в лодке не считай собаки», «Ветер в вывах», «Ласточки и Амазонки», «Повесть о кролике Питере». Что-то знакомое. Интуиция подсказывает, что это трое в лодке. А моя интуиция что? «Ласточки и Амазонки». Или «Ветер в вывах». Я разрываюсь между двумя. Нужно брать подсказку, потому что дело серьезное. Возьмем 50 на 50 или звонок другу, а может, и то, и другое, по идее. Хорошо. Да. Не спешите, подумайте. У вас десять тысяч, вы можете забрать деньги. В какой книге есть фраза «Ничто не приносит такого удовольствия, как путешествие в лодке по реке?» Трое в лодке «Ничто и собаки», «Ветер в вывах», «Ласточки и Амазонки», «Повесть о кролике Питере». Давай 50 на 50? Давай. Даже если не поможет, хотя бы сузим круг для звонка другу. Да. Да. Хорошо. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Ким и Аманде один верный и один неверный ответ. Трое в лодке исчезли. Не помогло. А про что «Ласточки и Амазонки»? Это детская книжка, приключения друзей и все такое. Они там плавают на лодке? Да. Я думаю, это «Ласточки и Амазонки», но вряд ли решусь. Все-таки я полностью не уверена. А я думала, либо трое в лодке, либо ветер в вывах. По-моему, они тоже плавали на лодке. В любом случае, мы гадаем. Если ответим неверно, проиграем. Так что нужно звонить другу. Просто выхода другого нет. Да, иначе проиграем. Проиграете 9000. 9000. Ладно. Хорошо. Нужно звонить другу. Давай позвоним Кейт. Думаешь, она знает? Да. Ну ладно. Что за Кейт? Кейт Трикс. Она продюсер и моя подруга. Скорее всего, она знает. Пожалуйста, Трикс, не подведи. Кейт, не подведи. Где сейчас Кейт? В Лондоне. Хорошо. С ней будет говорить Ким? Да. Звоним Кейт. Прочтите ей вопрос. Скажете варианты, а если не понравится ответ, сможете забрать деньги. Алло. Кейт. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это Крис Тарант. Привет, как вы? Хорошо, спасибо, что спросили. Мы тут играем «Кто хочет стать миллионером». Рядом Ким и Аманда. Они застряли на одном вопросе. Дело серьезное. Вопрос на 10 тысяч фунтов. Ясно. Но хорошо то, что ответов осталось только два. Два уже исключили. Хорошо. Будет говорить Ким. Она задаст вопрос и два варианта ответа. Ким, удачи, время пошло. Кейт, в какой книге есть фраза? Ничто не приносит такого удовольствия, как путешествие в лодке по реке. Ветер-вывох или ласточки и амазонки? Я не совсем уверена, Ким. Это я... Я думаю, это B. Ветер-вывох. Нет, я думаю, это ласточки и амазонки. Ласточки и амазонки. Ясно. Отлично. Все намного сложнее, чем когда смотришь по телевизору. Что будем делать? Что будем делать? Что, проиграем? Что же делать? Я бы рискнула ради 20 тысяч. Очень не хочется сдаваться. Противоречит моим инстинктам. Да, я бы тоже попробовала. Поборолась бы. Но можем много потерять. Да, потеряем очень много. Да. Ветер-вывох. Что они там делали? Катались на машине, выгоняли ласок. Я не помню, плавали ли они на лодке. Кажется, там был шторм или гроза. Ладно, что думаешь? Я не знаю, не знаю. Ужасная ситуация. Что делать, непонятно. Я, наверное, взяла бы деньги. Да. Лучше взять, чем остаться с тысячей. Именно. Ветер-вывох. По-моему, там были лодки. По крайней мере, я помню картинку, где была лодка. Сама фраза, стиль, стилистика фразы, наводит меня на мысль об этом. Ветер-вывох. Просто сам стиль предложения. Да, по-моему, стилистика подходит, но... Не знаю. Мы не знаем. По-моему, дети такую фразу не смогли бы сказать. Это явно слова взрослого человека. Верно. Такое могла сказать лягушка. Да. Жаба. Там была жаба. Да уж. Мы пытаемся рассуждать. Я понял. Вы поняли? Да. Ничто не приносит такого удовольствия. Ветер-вывох. Хочешь назвать ветер-вывох? Боже. Если бы я была уверена, ветер-вывох. Отвечаем. О, нет. Слишком рискованно. Риск очень велик, боже мой. Но стиль явно не ласточек и амазонок. Я пытаюсь соединить фразу с героями. И эту фразу явно сказал либо крот, либо рет. Ужас. Или жаба. Это очевидно. Выбираем ветер-вывох. Думаешь, стоит рискнуть? Боже. Ну что, рискуем? Ласточки и амазонки. Я не читала. Если хочешь рискнуть, я готова. Давай рискнем. А ветер-вывох, они там плавали на лодке? Ну, они там путешествовали. По реке. Точно? По ручью. Точно? В какой книге есть фраза, ничто не приносит такого удовольствия, как путешествие в лодке по реке? Ветер-вывох или ласточки и амазонки? Ветер-вывох. Я поддерживаю. Итак. Боже. Окончательный ответ. Боже. Господи, я не знаю. Ладно. Сил уже нет. Просто ужасно. Просто физическая боль. А ему наши муки нравятся. Окончательный ответ. Окончательный. Положим конец нашим мукам. Ветер-вывох. Окончательный ответ. Как бы... Да. Ну уж извините, если в голосе неуверенность, это понятно. Тогда как бы окончательный ответ. Ким? Да. Окончательный ответ. Боже, я не могу на это смотреть. У вас было 10 тысяч. Вы знали, что отвечать не обязательно? Не надо. И вы знали, что потеряете 9 тысяч, если ошибетесь, и это деньги для ваших фондов. Идите, налейте себе чаю. У нас перерыв. Не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Какой острый момент. Аманда и Ким буквально взмокли от напряжения, пока давали окончательный ответ, причем ни одна не была уверена в ответе. И при том, что отвечать было необязательно. Какой книге есть фраза? Ничто не приносит такого удовольствия, как путешествие в лодке по реке. Ким думала, что это трое в лодке. Но эту книгу мы исключили. Ветер, вывах, и ласточки и амазонки остались. Аманда была уверена, что это ласточки и амазонки, но внезапно передумала и решила, что это говорит любушка. И Ким ее поддержала, что это ветер, вывах. Вы выиграли 20 тысяч фунтов. О, Боже! Боже мой! Слава Богу! Как? Как? О, Боже, я в шоке. Я тоже. О, Боже. Кстати, по-моему, это явно слава лягушке. Так и было. И кто это сказал? Водяная крыса. Но все-таки водяная. Ретти, ладно. У нас седьмой вопрос на 50 тысяч фунтов. Какой из этих географических объектов ближе всего к экватору? Гора Рашмор, пустыня Гоби, Суэцкий канал, гора Айрсрок. Да уж, Айрсрок, это в Австралии. Суэцкий канал в Египте. Пустыня Гоби, гора Рашмор в Америке. Гора Рашмор, да, ближе всего к экватору. Нужно представить карту. Гора Рашмора точно нет. Точно не она. И это точно не Айрсрок. Да, потому что это в Австралии. Значит, мы выбираем между Суэцким каналом и пустыней Гоби. Но экватор, по-моему, ближе к пустыне. Это да. Слишком просто. Значит, неправильно. Будем рисковать? По-моему, это пустыня Гоби. Хочешь рисковать? Если ошибемся, потеряем 20 тысяч. Да. 19. Да, 19. Уж извините, но я за точность. Это было бы ужасно. Просто ужасно. Я очень боюсь потерять эти деньги, и я не знаю. По идее, ответ очевиден. Пустыня Гоби. По-моему, тоже пустыня Гоби. Боже. Суэцкий канал. Нет, это в Египте. Я не знаю. На самом деле, не знаю. И я. И я даже гадать не хочу. Остановимся на 20? Лучше пожертвовать 20 тысяч, чем всего одну. В любом случае, лучше. Верно. Конечно, это большие деньги. Не хочу ошибиться. И я. И я не знаю. Ладно. Ты права. Речь может идти о какой-то сотне километров разницы. Не угадаешь? Да. Давай остановимся. Боюсь, нам придется. Увы. Хороший результат. Вы довольны? Да. Окончательный ответ. Мы берем деньги, Крис. Так? Да. Мы берем деньги, Крис. Аплодисменты. Они забирают 20 тысяч фунтов. Спасибо. Молодцы. Теперь он скажет нам ответ. Да, хотелось бы услышать. Сейчас скажу. Если бы вы назвали гору Рашмор, вы бы потеряли 19 тысяч. Если бы назвали Суэцкий канал, вы бы также потеряли 19 тысяч. Если бы вы назвали пустыню Гоби, и в этом случае потеряли бы 19 тысяч. Верный ответ? Аэросрок в Австралии. Так что вы верно поступили? Мы верно поступили. Однозначно. Я бы не догадалась. Аплодисменты. Они уходят и забирают 20 тысяч фунтов. Они уходят, но играли отлично. Спасибо. И вам 20 тысяч фунтов. Итак, Аманда и Ким выиграли по 10 тысяч фунтов для своих фондов и празднуют это событие. А значит, пора пригласить новых игроков, актеров из сериала «Эмердейл». Дочь Аманды по сериалу «Мейзи Уайлд» и сына Кима по сериалу «Райана Лэма». Актеров Элис Култарт и Джеймса Саттона. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Прежде чем начать, нужно сесть в кресло. Ну да. Итак, Элис Култарт начала карьеру актрисы, когда ей было 12, в мрачном и трагичном фильме «Цементный сад». Она окончила факультет английской литературы в университете Ливерпуля и отправилась в Перу, где работала в детдоме. После чего Элис вернулась к актерской карьере. Пару лет назад она сыграла Кристин Киллер в театральной постановке о скандальном деле про Фьюмо. Затем был сериал «Холби Сити» и «Чисто английское убийство». Но телезрители знают ее именно как «Мейзи Уайлд» в сериале «Эмердейл», дочь героини, которую играет Аманда Дональдер. Элис играет ради фонда «Каждый ребенок». А Джеймс Саттан окончил Королевский Валийский колледж музыки и драмы и сразу попал в такие сериалы, как «Испытания и возмездия» и «Команда мечты 80-х». Затем он стал звездой сериала «Холи Окс», а теперь доводит их к стату юных зрительниц сериала «Эмердейл», где он играет механика Райна Лэма. А кем Томпсон играет, там его мать. Все сложно. И мы еще больше все запутали. Вот такие мы нехорошие. Джеймс играет ради фонда «Загадай желание». Элис и Джеймс могут выиграть целый миллион, если ответят на 12 вопросов, что возможно. У них будет три подсказки, и им нужно будет согласовать все свои решения и ответы. Элис, Джеймс, удачи. И мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?» Первый вопрос на 500 фунтов. Слушаем. Какое животное в старинном зоопарке устраивало чайные церемонии? Шимпанзе, жираф, тукан, питон. Шимпанзе. Да, шимпанзе. Шимпанзе. Не жираф. Нет. Обычно нет. Он другим занимался. Но питон участвовал в чипите. Ответ верно, у вас 500 фунтов. Второй вопрос и последний шанс, когда вы можете уйти ни с чем. Но уверен, этого не случится, ведь у вас три подсказки. Не стесняйтесь их использовать. Второй вопрос и несгораемые тысячи фунтов для ваших фондов. Кто известен под кличкой Хофф? Филипп Сеймур Хоффман? Дэвид Хассельхофф? Дастин Хоффман? Или Фелисити Хоффман? Это Дэвид Хассельхофф. Это Дэвид Хассельхофф. Ответ верный. У вас 1000 фунтов. Ну что, вы привыкли к этому креслу? Или еще боитесь его? Боюсь. Не успокоились. Я вся пропитана страхом. И кто из вас, Зой, умнее? Джеймс, умнее в общих знаниях. Да, это очевидно. Ясно. Я знаю кое-что в таких областях, в которых я спец. Да уж. Знать бы еще, что это за области. Ну ладно. У вас 1000 фунтов. Все три подсказки. И третий вопрос на 2000 фунтов. Какое из этих городов в сочетании со словом United является названием футбольной команды? Йорк. Торки. Торки. Брэдфорд. Стоук. Элис, вы сказали, что кое-что знаете. Да, но не в области спорта. Я часто ходил на матчи Стоук. Хотя я и не фанат. А люди там кричали «Вперед, Юнайтед!» Да нет. Команда Брэдфорда называется Брэдфорд Сити. Именно Стоук Сити и Йоркская команда так и называется Йорк. И остаётся Торки Юнайтед. И звучит, кстати, неплохо. Насколько ты уверен? Нам много. Да. Элис? Я знаю, что это не Брэдфорд. О двух других я не слышала. А про Торки ничего не знаю вообще. Так что для меня разницы нет. Так что... Да. Я доверяю... Я уверен, что слышал Торки Юнайтед. Я доверюсь ему, потому что в футболе не разбираюсь. Ответ окончательный? Да. Торки Юнайтед. Б. Да. Окончательный ответ. Ответ верный. У вас две тысячи фунтов. У меня руки вспотели. Элис, почему вы выбрали этот фонд? Потому что я работала в детском доме в Перу. Примерно пять месяцев работала с 30 детьми. Фонд «Каждый ребенок» работает в Перу с детскими приютами и детьми. И поэтому я решила отдать им деньги. Джеймс, а ваш фонд как работает? Они занимаются исполнением желаний смертельно больных детей, которым осталось недолго. Они возят таких детей на встречу с Санта-Клаусом, или в Евро-Диснейленд, или в бассейн поплавать с дельфинами. Пытаются как-то скрасить им дни. Чем могут, конечно. Я стараюсь помогать им. Что ж, надеюсь, мы сможем заработать много денег для обеих этих организаций. У вас три подсказки и две тысячи фунтов. До миллиона девять вопросов. А четвертый вопрос на пять тысяч фунтов. Какой вид мебели называется секретер? Кровать, тумбочка, стул, стол. Эрис, а в этой области вы спец? Нет. Ладно. Секретер. Секретер, я это слышал. Да. Секретер. Секретер. Может быть, кровать? В данном случае, может быть, что угодно. У вас три подсказки. Вопрос стоит пять тысяч. Стул-секретер, стол-секретер. По-моему, это стол. Да, похоже на то. Нужно спросить у зрителей в зале. Давай спросим, а то ошибемся. Ну что ж, давай спросим. Согласна? Да. Да? Да. Хорошо. Спрашиваем зал. Итак, зал, берите пульт и вопрос на пять тысяч фунтов. Какой вид мебели называется секретер? А. Кровать. Б. Тумбочка. С. Стул. Д. Стол. А. Б. С. Или Д. Голосуем. А. Б. С. Или Д. Голосуем. Так и знала. Прости, Элис, что предложила спросить у зала. Значит, отвечаем, стол. Мы решили. Окончательный ответ? Да. Это верный ответ. У вас пять тысяч фунтов. Спасибо. Итак, пятый вопрос на десять тысяч фунтов. Вы можете удвоить ваш выигрыш. И у вас еще две подсказки. Какая поп-группа фигурировала в мюзикле «Парни из Джерси»? Четыре шишки, четыре сезона, пять звезд. Джексон пять. Вопрос на десять тысяч. Элис, это ваша область знаний? Музыка, да, но не мюзиклы. А может быть... Джеймс? Может, четыре сезона? Вряд ли пять звезд. Я их вообще не знаю. Была такая группа, восьмидесятых. Да? Да, но вряд ли это они. А четыре шишки... Это точно не Джексон пять. А четыре шишки я не слышала о мюзикле с этой группой. Это группа из пятидесятых, да? Я думаю, что это четыре сезона. Но не уверена на сто процентов. Так что не знаю, что делать. Джеймс? Тут либо А, либо Б. Возьмем пятьдесят на пятьдесят. И тогда решим, круг сузится. Ладно, давай возьмем пятьдесят на пятьдесят. Да? Согласна? Да. Хорошо. Компьютер, уберите два неверных варианта, оставив Элис и Джеймс один верный, один неверный вариант ответа. О как. А может быть, это Д? Нет, нет. Вряд ли парни из Джерси это про Джексон пять. Джеймс, вы же говорили, что это точно не Джексон пять. Да, но когда остается два варианта... Мы же хорошо знаем группу Джексон пять. Я про мюзикл с их участием не слышала, а ты? Нет, нет. Ладно. Выберем их? Рискнем? Рискнем, ладно, давай. Хорошо. Окончательный ответ. А почему не Джексон пять? О нет. Потому что мы оба хорошо знаем эту группу. Но кому понадобился мюзикл про четыре сезона? О нет. Это верный ответ. У вас десять тысяч. Вы злюка. Вы молодцы. Невероятно. Я ответила на вопрос про мюзикл. А мы еще не дошли до вашей спецобласти. Ну да. Правда, я знала все эти группы, так что... Итак, осталась одна подсказка. Следующий вопрос будет на 20 тысяч фунтов для двух звезд сериала Эмердейл. Шутки в сторону. У вас одна подсказка. Вот седьмой вопрос. Река Гудзон протекает на границе штата Нью-Йорк. С каким из этих штатов? Коннектикут? Нью-Джерси? Пенсильвания? Вермонт? Вопрос на 20 тысяч. И одна подсказка. Ты знаешь, нет? Знаешь, но сомневаешься. И какой вариант? Интуиция подсказывает, что это Б, Нью-Джерси. Я тоже так думаю. Правда? Да, либо Коннектикут, либо Нью-Джерси. Но, скорее всего, Нью-Джерси. Я тоже думаю, что это Нью-Джерси. Ну что, отвечаем? Возьми меня за руку. Боже. Словно кадр из Эммердейла. Папа? Боже, настаиваю на анализе ДНК. Итак, у вас 10 тысяч. Осталась одна подсказка. Вопрос на 20 тысяч. Что будем делать? Отвечаем? Согласна? Да, ладно. Хорошо. Окончательный ответ? Говори. Окончательный ответ? Нью-Джерси. Вы выиграли 20 тысяч фунтов. Да. Значит, мы были правы с самого начала. Надо же. Итак, вы сейчас в той же ситуации, в которой были Аманда и Ким. У вас 20 тысяч. И у вас осталась одна подсказка. Это звонок другу. Седьмой вопрос. Слушаем. Какой интернет-сайт был создан Пьером Амедьяром? Google, eBay, Amazon, Friends Reunited. Точно не Фрэнси Рэй Юнэйтед. Да. И это точно не Google. Значит, либо интернет-рынок eBay, либо книжный магазин. Предлагаю позвонить моему отцу. Да? Да, однозначно. Он знает такие вещи? Да, он умный. Он может знать. Хорошо. Давай позвоним. Можно позвонить моему отцу? Его зовут отец, или у него есть имя? Его зовут Стив. Стив, хорошо. Стив? Да. Крис Тарент, добрый вечер. Добрый вечер. Крис, как дела? Хорошо. А у вас? Все в порядке, спасибо. Итак, у нас тут ваш сын, ваша деточка. Он застрял на одном вопросе. Не хочу давить, но вопрос стоит 50 тысяч. Ясно. Итак, Джеймс, у вас 30 секунд. Ваше время пошло. Папа, какой интернет-сайп был создан Пьером Амедьяром? Гугл, Эбэй, Амазон или Фрэнс Реюнайтед? Пьер Амедья. Понятия не имею. Извини. Я могу только гадать. Точно не Гугл? Но больше ничего сказать не могу. Прости. Ничего, пока. Пока. Да уж. Спасибо, папочка. Да, отлично помог. Мы много лет умоляли его попытаться поучаствовать в вашей игре. Вот ты поучаствовал. Не очень удачно. Ладно, этот точно не Гугл? Точно не Гугл, я уверен. И точно не Фрэнс Реюнайтед. Потому что его основал англичанин. Да, верно. Это английский сайт, это точно. Либо Эбэй, либо Амазон. Выбирай между ними. Та пара отпала. Эбэй или Амазон. Интуиция подсказывает, что это Эбэй. Правда? Да. Почему? Я что-то читал про Эбэй, и как он появился. Но... Папа, как ты мог? Берем деньги. 20 тысяч. Я не могу выбрать из этих двух вариантов, и не могу рисковать. В прошлый раз, когда была такая ситуация, ты была уверена в одном варианте, а сейчас такого нет. И ты была уверена в Нью-Джерси. Тут точно не Фрэнс Реюнайтед. И не Гугл. Либо Эбэй, либо Амазон. Я с тобой согласна. Скорее всего, это Эбэй, потому что я что-то читала про основателя Амазон. Да, но... Но нам не стоит рисковать с 19 тысячами. Да, не стоит. Итак, окончательный ответ. Берете деньги. Придется. Придется, другого выхода нет. Спасибо. Аплодисменты. Они забирают 20 тысяч фунтов. Хотите узнать правильный ответ? Нет. Да ладно. Эбэй? Эбэй. Так и знал. Верный ответ. Эбэй. Извини. Он создал его в 95-м году. У меня тоже было чувство, что это Эбэй. Жаль, что ваш отец не знал. Стив, если вы смотрите нас... Лучше бы моему отцу позвонили. Ну, кто же знал. Аплодисменты. Они забирают 20 тысяч. Спасибо. На русский язык программа озвучена компанией Видеофильм ТВ по заказу телекомпании Стрим в 2013 году. Аплодисменты.